здравствуйте мои дорогие друзья вы на канале цветочные джунгли от блондинки посмотрите как расцвели у меня лилии махровые это те которые я купила весной на распродаже как же это интересно и как же это полезно покупать растения на распродаже а вот эти еще только-только собираются посмотрите какая бугенвилия классная и герани так чудесно зацвели а я хочу продолжить свой рассказ о посылке которая ко мне пришла и еще и соседский котик пришел заодно так я его немножко имела неосторожность покормить и теперь он считает что все зачем я выхожу в сад это для того чтобы сделать ему какую-то любезность он просто от меня не отходит вот он какой красавчик так все отвлеклась продолжу и я хотела рассказать о двух самых замечательных растениях и я их оставила напоследок я вообще очень люблю декоративные травки и вот это вот картадения она сейчас смотрится вот какой-то непонятно такой просто травка и травка сейчас я покажу на картинке какая она и лилийничек вот такой еще я купила и тоже его покажу но вот это вот такой вот лилийник называется эль деспирада у меня есть похожие но мне жалко его рассаживать к сожалению сортовые лилийники когда я пыталась рассаживать они у меня куда-то деваются то есть был один нарос только стал хороший кустик я рассадила один остаются все остальное куда-то растворяется в неизвестности поэтому я уже боюсь рассаживать пусть нарастают хорошие кусты сортовые лилийники ведут себя немножечко не так как обычное они не такие устойчивые они тоже устойчивые неприхотливые но все равно с такими вот с претензиями скажем так ну а вот это картадения картадения двудомная розия мне кажется даже чем-то невероятным вырастить в саду такое растение может быть это все таки из области фантастики вы посмотрите что какие-то райские птицы но если вдруг вот это вот все удастся если она не вымерзнет если она приживется то вот это мне кажется что это немыслимая красота к травкам я отношусь очень хорошо я не умею пока что их вписывать в дизайн сейчас я покажу свои травки но вот эта травка я знала ее название она мне так нравится это такое чудо вообще невероятно и даже несмотря на то что у меня нет никакой идеи как ее вписать вот в свой сад у меня такое впечатление что она вписалась сама и ничего другого мне даже и не хочется она конечно не такая как вот эта пампасная трава но она кусочек моего сада просто превратила в какие-то такие вот настоящие джунгли которые очень симпатичные здесь так интересно гулять вообще очень классно к сожалению я забыла как она называется я знала а соки мне нравятся невероятно особенно вот это пальмолистная а соки легко вписываются в любой интерьер их легко сочетать мне так нравится вот эта картина с вейгелой так хорошо она здесь вписалась и бурья ног нет и хвосты здесь так хорошо и герань хорошо вот этот кусочек получился один из немногих а дальше что-то дело не движется а соки тоже мне очень нравятся вот это лилиник который похож вот на тот который я показывала эль эсперада и с травками гелениум просто бесподобно смотрелся бы я хочу еще гелениумы купить но я надеюсь он насеется и может быть будут другие цвета посмотрю как оно получится моя герань вся в росинках на фоне осоки какая же красота а какая хаутюня симпатяга ну и седумы красавчики и молоча и красавчики мне так нравится вот это радуга вот там она подросла у меня но молоча и я уже боюсь осенью не буду покупать осенью купила он не принялся а вот весной смотрите какой хорошенький вырос и вот этот пришел в себя и вот тут столько понасеялось везде так что молочай это очень даже надежная тема и вот этот молочай он прям как хвойничек вот эти травки меня вообще в восторг приводят этот кустик мне удалось как-то удачно разместить сейчас отсюда появятся вот такие вот метюлочки которые плохо видны они все в точечках в таких нежных нежных и появятся хвостики такие это пенисетум у меня пенисетум а вот эту нежнейшую травку я тоже забыла к сожалению как ее зовут вот и тут ли адрес у меня еще цвел так они все объединились и долго делают мне красоту здесь обожаю вот это место у себя в саду и вот здесь я еще пытаюсь фонтан из травок сделать это у меня асока булава видите какая она оригинальная она хорошенькая и императо императо она будет большая но я ее по всему саду по две травинки рассадила и вот здесь она более менее видна а в других местах она может быть и пропала может быть ее просто пока не видно можно вот каждую травинку рассаживать она принимается но принимается это принимается но куда-то и исчезает как же красиво цветут гейхеры у них не только листья красивые но и цветут они настолько изящно очень мне нравится цветут флоксы удивительно запах просто потрясающий и еще расцветает миниатюрный золотарник вы только посмотрите какой он хорошенький прям как будто бы это мимоза в саду расцвела прелесть просто какая это вот я покупала в большом количестве хризантемы у меня было такое увлечение у одной женщины накупила и все они пропали но все до единое и проходила мимо говорю вы конечно в этом не виноваты но похоже я какой-то ой хризантемный даун наверное